Как давно вы любовались французской Эйфелевой башней? Чувствовали себя на седьмом небе счастье? Если этого не было или же было очень давно, то сейчас самое время это исправить. Все жители мира знают, что одним из известных символов Парижа является Эйфелева башня, которую открыли в 1889 году. Во многих странах создают ее копии или же что-то похожее на известную французскую башню. Во всем мире их можно насчитать уже более 30. Это и Мехико, и Техас, и Греция, Китай, США и так далее. Все романтики и смельчаки мечтают обязательно побывать во Франции и увидеть эту легендарную конструкцию высотой 324 метра. Жители Украины, а точнее харьковчане, могут увидеть Эйфелеву башню, не выезжая со своего родного города. А путешественники могут потратить немного сил и времени, чтобы также увидеть это удивительное творение человеческой фантазии и рук. Харьков известен многими архитектурными памятниками, удивительными местами и просто невероятно красивыми пейзажами. Это удивительное сооружение, высота которого составляет более трех десятков метров, а точнее 35 метров, является маленькой копией известного места для посещения влюбленных со всего мира. Кроме того, на сооружение этой башни было потрачено 35 тонн металла и два месяца времени для работ, но это того стоит. Харьковская Эйфелева башня является частью имиджа яркого торгово-развлекательного центра Французский бульвар, который сумел передать своим посетителям маленький кусочек столицы Франции и оставить его навсегда в этом архитектурно богатом городе. Символ романтичной и невероятно сказочной столицы Франции разместился с 2012 года на территории торгово-развлекательного центра Французский бульвар вблизи от перекрестка улицы Академика Павлова и Салтовского шоссе. Хотя высота этой шедевральной достопримечательности Харькова почти в 10 раз меньше, чем высота грандиозного символа Парижа, но на ее сооружение создатели потратили немалое количество металла, ведь сделана она из 10 металлических частей и 4 уровней. Башня была презентована на день Святого Валентина в 2012 году. Из этого момента она подсвечивается каждую ночь, что придает этому месту и городу в том числе больше таинственности, красоты и невероятной романтики. Жителям Харькова повезло неимоверно, ведь для того, чтобы признаться в любви у подножия Эйфелевой башни, им не нужно специально ехать в Париж и тратить много времени, сил и финансово. Они просто могут посетить французский бульвар и признаться в своих искренних чувствах своей второй половинке прямо здесь. Вот такая мини-копия Эйфелевой башни. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите свои комментарии. Вот это храм Александра Невского. И вот все, подъем только на эту площадку. Дальше подъема нет. Лестницы дальше нет. Только работники поднимаются туда наверх. Скалолазы. Сегодня 5 августа 2021 года. Вот здесь ведутся работы по замене тротуарной плитки. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok